Я решил написать научный трактат такой под названием «Мы». Я много говорил о разных наших чертах по телевидению, в разброс. Мне захотелось это всё собрать воедино в научную работу. Мы удивительные люди. Хотим жить, как все, при этом быть непохожими на остальных. У нас безработица при нехватке рабочих мест. Мы сочувствуем умом, оголосуем сердцем. Робки в быту, зато всегда герои на войне. Чтим погибших, не доплачивая выжившим. Мы всегда считаем себя умнее других, поэтому постоянно оказываемся в дураках. Мы в любой момент готовы простить тех, кого обидели, и всех, кому должны. Вот видите, есть несколько человек таких. Вот в Филитоне интересно читаешь и сразу знаешь, кого сколько в зале. Это как тест. Мы ленивые, но энергичные, устаем на отдыхе, отдыхаем на работе. Таких больше. Видите? Нам легче изобрести вездеход, чем отремонтировать дороги. Мы уважаем только тех, кто с нами согласен. Порой от драки получаем удовольствие больше, чем от секса. Тоже есть пару человек таких. Мало, но есть. Мы удивительные люди. Мы плачем на свадьбах, а на поминках поем частушки. Мы нищие, но всегда при этом хорошо одетые. Только мы с утра выбегаем на пять минут в магазин в вечернем. Мы суетливы, но терпеливы. Никто, кроме нас, не может так долго терпеть правительство, которое он терпеть не может. Впрочем, теперь уже можно смело сказать не правительство, а правительство. Которые мешают нам, как крошки в постели. Вот сколько их не стряхивай. Видите, как много людей, как и я, под одеялом ела. Вот согласитесь, как их не стряхивай, они все равно будут тебя изводить. Молодому художнику дали задание от наркомата нарисовать картину. Ленин провожает на Красной площади полки на гражданскую войну. Художник очень волновался. Чтоб все получилось достоверно, рисовал Красную площадь, сидя на Красной площади. В результате получилась картина. Ленин провожает полки на гражданскую войну, стоя на собственном мавзолее. Престаньте смеяться, невозможно продолжать. Подождите. В целом, в целом комиссия одобрила картину. Правда, долго совещалось, что закрасить, мавзолей или Ленина. Большинством голосов было принято решение закрасить Ленина. Тем более, что вскоре весь народ собирался праздновать день рождения Сталина. И картина стала называться «Сталин провожает полки на гражданскую войну» в 1918 году, стоя на мавзолее Ленина в день своего рождения. В целом, комиссия опять одобрила картину, но указала художнику на бестактность. Полки стояли спиной к Сталину. Это было неуважительно со стороны полков. По рекомендации комиссии художник развернул полки лицом к Сталину, и картина стала называться «Сталин встречает полки, которые уходят на гражданскую войну». Новая комиссия указала на несовременность сюжета, поскольку уже начиналось строительство метрополитена. Художник быстренько превратил ружье в отбойные молотки, приоткрыл рот Сталину, и картина стала называться «Сталин говорит напутственную речь полкам-красноармейцам, уходящим на строительство метрополитена». Картина звала за собой, тем более, что на строительство метрополитена красноармейцы несли даже раненых. Сталин сказал, что это не скромно с его стороны одному провожать в палки на такое важное мероприятие. Художник пририсовал к Сталину Кирова, который жмет руку передовому рабочему, раненому на строительстве метрополитена. Но тут убили Кирова. Художник оставил от Кирова только руку и пририсовал к ней Ворошилова. Получилась картина Ворошилов. Под напутственной речь Сталина жмет руку рабочему рукой Кирова. Сталин посмотрел картину и спросил, почему его все время рисуют на Красной площади, а не скажем, на военном пограничном корабле. Художник в два дня утопил полки в море, мавзолей поставил на крейсер, раненого рабочего заменил на сторожевую овчарку, подающую лапу Ворошилову. И картина стала называться «Сталин и Ворошилов на крейсере молотов с собакой Кагановичем». После разоблачения Сталина художник немало потрудился на полотном, и оно стало называться «Хрущев обнимает Ворошилова» в честь разоблачения Сталина на кукурузо-уборочном комбайне молотов. Особенно радовалась собака Кагановичем. Но тут сняли Хрущева. Художник закрасил его почти полностью, кроме верхней части головы, получилось солнце, встающее над соляной. Однако вскоре комиссия потребовала, чтобы к солнцу были пририсованы брови. После небольших переделок картина превратилась в эпопею «Брежнев на перроне Ярославского вокзала, провожая комсомольцев на строительство Байкала-Амурской магистрали». В течение нескольких лет художнику приходилось лишь иногда удлинять левое плечо Леониду Ильичу, чтобы пририсовать очередной орден. Поэтому Брежнев вскоре стал у него одностороннего развития. Последний орден. Художник загнал генсеку в подмышку, поднял ему руки, чтобы орден был виден, а под руки подставил Суслова и Пельша. Получилась картина «Суслов и Пельша несут Брежнев по перрону на строительство Байкала-Амурской магистрали». Художник стал стар, когда началась перестройка. Он искренне хотел создать новый шедевр, но в его голове все так перепуталось, что он со зластью взял и закрасил всю картину черной краской. Критики тут же назвали ее гениальной. Взяли на выставку и толпы людей в мире теперь останавливались перед шедевром. Черным квадратом под названием «Картина века». Мы восхитительные люди, восхитительные, мы необразованные, но при этом, как никто, гадаем кроссворды. Только наш человек, не имея даже начатого начального образования, может угадать, что коня Дон Кихота звали Росинант, при том, что сам никогда не читал Дон Кихота, уверен, что самого Дон Кихота написал сам Дон Кихот. Мы ненавидим Запад, во всем ему подражая. Какие у них привитивные фильмы, вызвучаемся мы. Это не фильмы, не для нас, а для одноклеточных. При этом сами с упоением смотрим, как в конце фильма главный герой. Не просто шкаф, а шкаф с антресолями. После финального побоища на пустом ядерном полигоне, чмокая окровавленными губами, целуют героиню-заложницу среди трупов врагов и собак, которые они вместе с героиней загрызли насмерть на этом полигоне, а главное, среди груды затухающих ядерных боеголовок, разбившихся о голову героя, в которой никогда не может случиться сотрясение, тем более мозга. Мы удивительные люди. Мы чтим Иисуса, забывая, чему Он нас учил, ставя свечку умоляемо процентов. Верим в обряды, а не в проповеди. Мы верующие и суверные одновременно. Въезжая в новую квартиру, не знаем, что сделать наперед. Обмыть ее или осветить? Или сначала пустить кошку? А потом осветить, после чего обмыть вместе с тем, кто освещал. Боже мой, сегодня же прощенное воскресенье. Чуть не прозевал. 11 минут осталось до конца дня, а я еще никого не простил. О, есть такие, хорошо. Нет, 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 надо, надо простить. Жена тоже хороша, не могла утром напомнить, что сегодня всех простить надо. Никогда я этого не прощу. Таких больше в зале. Нет, нет, надо, надо простить. Говорят, если всех, вот всех, на кого обижен в этот день, простить, многие болезни исчезнут. Хорошо, душа обновится, хорошо. Аура. Аура разбухнет, говорят, вообще. Карма просто отвалится. Только прощать надо правильно, как учит священник. Сначала представить себе того, кого прощаешь, мысленно подойти к нему, обнять, поцеловать, очень ласково сказать, прощаю тебя, дорогой, и ты меня прости, а то хуже будет. И вот так всех по имену, на кого обижен. Обнять, поцеловать и послать. Отпустить, в смысле, да. Так, стоп, на кого я обижен? Скорее. 11 минут остается. На друзей обижен, хорошо? Да, обижен на коллег, обижен на врачей, на врачей обижен. На вчерашнего гаишника, на ГАИ вообще вместе с МВД, не говоря о правительстве, этих не то что простить. Этих же перебить мало. Нет, нет, в такой день их тоже надо простить, надо простить. Простить, а потом перебить. Да, нет, 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 сначала перебить, а потом простить. Вот, нет, не отвлекаться. 10 минут остается. На кого еще обижен? На родственников. Это еще две деревни. На лиц кавказской национальности. Господи, у меня к тебе один вопрос. Скажи, я что за оставшиеся 10 минут всю эту шелупонь перецеловать должен? Господи, нет, ты мне ответь. Кто вообще это правило придумал, целовать всех, на кого обижен? А если обижен на новую итальянскую сантехнику? Особенно на массажную ванну джакузи, которая только в нее садишься, отключается, фыркает и гнусным рекламным голосом объявляет, сервиза нет. Потому что тело, опущенное в ванну, в два раза превышает размеры ванны. Священник тоже хорош, твой ванну, сын мой, сглазили на таможне. Могу с глаз снять, приходи завтра с ванных за утреннее. Так, боже мой, боже мой, остается уже 9 минут, а очередь на прощение только растет. Короче, быстрее. Кого я только что хотел простить? Жену, да. Значит, как там? Представить, представил. Подойти, подошел. Вот она стоит прямо передо мной. Теперь поцеловать. Сколько же лет мы с ней уже не целовались? Но сегодня надо, надо пересилить себя. Вот так, подойти поближе. Нет, еще ближе. Нет, глаза лучше закрыть. Все равно не могу. Ну что ты будешь делать свое, не целуется? А может потому что я не сформулировал, за что я ее прощаю? Интересно, она мне... Вот действительно интересно, она мне изменяет? Не знаю. А я ей... Знаю, но прощаю. О, как много таких же, судя по реакции. Правильно, прощаю тебя, дорогая, за то, что я тебе изменяю. Надо ж, правда, на душе повечало. Тогда и за остальное тоже прощаюсь, за ссоры наши без причины. Ты ж не виновата, что вся в мать свою пошла. А та просто вампириха. Кикимора укушенная, шахеризада вокзальная. Тесь тоже монстр, упырь, попугай, шишка лобой. Усколобый хлебогрыз. Сейчас я вас прощу. Сейчас я вас так прощу. Нет, ну нельзя, нельзя сегодня о родственниках так думать. Завтра можно. А сегодня прощено в воскресенье, сегодня только ласково. Только как учил священник. Вот так. Дорогие мои, любимые упыри. Негодяи мои ненаглядные. Нет, ну нехорошо, ну что я опять, ну негодяи же, это не ласково. А как ласково? Не знаю, может честь такого дня из негодяев частицу не выбросить? Годяи? О, точно, годяи. О, представился я, стоят передо мной два годяя. Смотрят на меня своими годяйскими обмылками. Чтоб у вас по телевизору одна реклама шла всю жизнь. Как я вас навижу. Кстати, кто точно годяй, это вчерашний гаишник. Отбирает права и улыбится. О, недоумок. Не, не, недоумок, грубо. Доумок. Вот, точно. Причем полный доумок, да. Причем не только доумок, но и доносок. Интересно, господи, я что, и его рожу поцеловать должен? Жестокое правило. Ты его видел? Вся в прыщах, как ёж противотанковый. Во рту одно золото. На такую рот сигнализацию надо ставить. Уж лучше я всю сантехнику перецелую. Чтоб этому гаишнику в новом костюме на жвачку сесть. Скажи, господи, вот когда я думаю о таких, как этот гаишник, я все время хочу тебя спросить. Ты нас всех создал по своему образу и подобию? Знаю, знаю, господи, знаю, нельзя так о людях. Помню, чему ты учил. Все люди, божьи твари, помню, божьи твари. Все, кроме тех, кто мне делал ремонт. Вот эти не божьи, эти просто. Это ж надо было умудриться, слив канализации, подключить ко входу стиральной машины. А мы еще с женой думаем, почему белье после стирки мрачнее? Ты лучше... Простить тебе легко, господи, скажи, простить. А они же холодильник замкнули на сигнализацию. Дверцу открываешь, каждый раз ОМОН приезжает. Ты лучше скажи, господи, где взять силы, чтобы в оставшиеся 4 минуты весь этот бедлядник просить. Когда нервы от такой жизни, не в дуду, между прочим, не в дуду нервы, а врачиха, у врачиха, прости ты ее, господи. Потому что я ее никогда не прощу. Это, 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 даже не знаю, как назвать. Это простепома белобрюхая. Лекарство от нерва выписало. Возможные побочные явления у души, вши, беременность и преждевременный летальный исход. Боже мой, 2 минуты остается до конца, 2 минуты, а я, а я, а я даже тебя, сынок, не простил, сынок. Сынок, сынок, прощаю тебя, прощаю, хотя ты не прав, сынок. Тебе всего 4 годика, а что ты мне вчера сказал? Ты, папа, чмо в ботах. Неправда, сынок, я никогда боты не носил. И не чмо я. Я сейчас всем докажу, я всех прощу. Сколько у меня еще, священник? Прощу, прощу. Священник сказал, если те, кого ты простил, тебя при этом не простят, им еще хуже. Так что сейчас прощу. Смотрите, держитесь, дорогие мои бандюги, хапуги, ворюги. Прощаю вас списком и целую прямо в список всех. И тебя, жена, прощаю. И твоих родственников, и твоего отца, и твою мать. Ай-яй-яй, какое нехорошее словосочетание получилось, твою мать. Надо же, и главное, так искренне. А как же мне ласково назвать, мать твою? Впрочем, это уже не важно. Фу! Двенадцать. Успел. Растил. Теперь вы все чмо. Ну и встрясочка для нервов. Ну ничего. Ой, завтра успокоюсь. Прямо с утра всем, кого простил, перезвоню. Расскажу, как я кого прощал. Пускай все знают, как я достойно, можно сказать, по-божески провел кровавое, прощенное воскресенье. Мы странные люди. Большинство из нас уверено, что встреча с покойником на дороге поутру к счастью. С трубочистом к деньгам. С горбатым к здоровью. А с хромым и горбатым к большому здоровью. А если вечером вынести из дому мусорное ведро, то на утро в доме не будет денег. Хотя жизнь неоднократно убеждала нас в том, что если не выносить на ночь из дому ведро, то безошибочная примета только одна. В доме ночью будет плохо пахнуть. Мы язычники с православным лоском. Мы готовы плевать через левое плечо, независимо от того, кто идет слева. При этом крестимся и материмся одновременно. Я не знаю другой такой страны, как Россия, где так любят лечиться. Причем непременно нетрадиционными методами. Просматриваешь объявления в газетах, впечатление, что вся страна по колдунам, экстрасенсам, гипнотизерам. Вот эти хохочут. Точно, да? Вот это гипнотизерам, ворожеям. Те им хвосты обрубают. Фантомы вытягивают. Че-то привораживают, че-то отвораживают. Ауру штопают. Карму укорачивают. Нечистый дух изгоняют ритуально-очистительными половыми актами. И чем теперь наших бедняг не лечат? Иглоукалыванием. Пчелопокусыванием. Мухозасиживанием. Чего наши бедняги не делают после этих посещений? Конский хвост от сглаза на лбу носит. От сотрясения мозги едят мозг дятла. С утра натирают себя настойкой на пуповинах неродившихся эмбрионов, записывайте, енотов-полоскунов. Некоторые от кошмаров на ночь заземляются. К отоплению ноги прикручивают, чтобы кошмары в отопление уходили. Для надежности утюги к ушам подвешивают. И не просто утюги, нет, а политые настоем, записывайте, на надпочечниках беременной зеленой макаки, которая забеременела от рыжего утканова в период, когда Венера стояла задом к Юпитеру. И главное, все уверены, что это помогает. Стоит поместить объявление в газете, колдун снимет все. Вы не могли бы с меня все снять? С удовольствием раздевайтесь. Ай-яй-яй-яй-яй, как у вас чакра обвисла. Совсем вялая чакра, да. Это вас соседи сглазили. Да, у вас есть соседи? Есть, видите, угадал. С вас сто долларов, будем подтягивать чакру. Записывайте. Вам надо недельку погрызть угол своего дома, пока луна темная. И главное, кого не спроси, в стране всех сглазили. Без сглаза есть люди, но только те, кто с порчей. Да, у вас порча. Можете правым легким дышать, левым не дышать? Нет, порча. Записывайте. Вам надо рано утром пойти в лес, зажав в правой руке 40 куриных пупочков. Записывайте. Вот там хохочет, записывает. Записывайте. Раздеться догола, сесть на муравейник и ёрзать по нему до рассвета. Записала. Вы смеётесь? А что в стране с мочой делается? Пол страны её пьёт, закапывает в нос, в глаза, в уши. Вы что, занимаетесь этим? Что вы хихикаете? Поливают себя сверху. От перхоти. Помогает. Ой. Потому что перхоть не переносит запаха мочи. Права была советская власть. Она утверждала, что мы самый здоровый народ в мире. Правильно. Потому что лечиться успешно этими методами могут только очень здоровые люди. А вас многие уже не смеются. Из вас энергия ушла. Записывайте. Вам надо по утрам целовать в засос электрическую розетку. При этом мы очень загадочные люди. Мы так быстро живём, что не успеваем жить. Как будто обещанный конец света, всё, через три дня. При этом каждый день у нас второй. И мы так торопимся успеть всё, что даже сказанное, быстрее поясняем руками. Принеси вот эту, ту, которая за тем, что там, знаешь ещё когда. И только наш человек понимает, что это книжка на тумбочке. А фраза, когда ты по той, что вниз смотри, чтоб там не ой-ой-ой, означает не навернись со ступенек. И редко кто из нас переспросит, по той, что тут или которая там, что здесь. Мне срочно надо было позвонить в справочную. Я поднял трубку. Гудка не было. Вместо неё грустный мужской голос сказал «Здравствуйте». Я чувствую, у вас у всех такая же история была. Потому что я никак не ожидал, что вы реагировать на это будете. «Здравствуйте», — ответил я. «Вам сыр не завезли?» — спросил голос. «Мне нет», — ответил я. «Чё вы смеётесь? Я не понять не могу. Голос помолчал, потом сказал «Странно». В трубке раздались короткие гудки. Я набрал 0,9. «Милиция слушает». Ответил дисциплинированный голос. И представился. «Смирнов!» Я давно заметил, что самые дисциплинированные мужские голоса носят фамилию Смирнов. «Извините, это 0,9?» — глупо спросил я. «Нет, это 0,2», — разумно ответила милиция. «Странно», — сказал я. Я набирал 0,9. Дисциплинированный голос помолчал, потом сказал «Попробуйте наоборот». «Что наоборот?» — не понял я. «Какой бы непонятливо возмутилась милиция, не выходя за рамки дисциплинированности. Это же так просто. Если вы набираете 0,9 и попадаете по 0,2, то надо попробовать набрать 0,2, чтобы попасть по 0,9». Понятно? Такой сообразительности от милиции с фамилией Смирнов я не ожидал. «Мы дружески попрощались, и я набрал 0,2. Скорая помощь». Вяло ответил женский голос с маленьким окладом. «Вам чего?» «Извините, но я звоню справочную», — извинился я. «Справочная 0,9». По-милицейски разумно заметил скорую помощь. «Я знаю, попытался оправдаться я, поэтому я и набираю 0,2, а попал по 0,3. Голос в трубке долго молчал, потом сказал мне без интереса, «Давайте ваш адрес, я вышлю к вам немедленно бригаду санитара». Убеждать голос в чем-либо было бессмысленно, поэтому я повесил трубку, а когда снова приложил ее к уху, уже знакомый, чуть еще более поргузневший голос, спросил, «Сыр вам? Так и не завезли». Мне искренне было жаль этот голос, но врать я не мог. Нет, пока нет, но ведь еще есть время. Нас перебила телефонистка. «Хабаровск заказывали? Ждите». Я ждал, вечерело. Неожиданно в трубке кто-то вздохнул. «Хабаровск?» — спросил я. «Не понимаю, почему вам сыр не везут», — всхлипнул голос. «Не знаю, право, я в справочную дозвониться не могу». «Хабаровск на проводе, говорите», — приказал телефонистка и отключилась вместе с сыром и с телефоном. Когда я снова поднял трубку, в ней, судя по теме, говорили две красивые женщины. Их не хотелось прерывать, но мне нужна была справочная. Я тактично кашлянул. «О, это мой муж!» — вскрикнула та, которая была красивей. И, судя по звуку, упала на пол вместе с телефоном. Начинало темнеть, но я набрал справочную. Несколько раз было занято, потом никто не отвечал. Наконец трубку сняла моя мама. Она очень обрадовалась тому, что я ей позвонил. Поговорили обо всем, мы давно с ней не виделись. «Я купил себе новую блузку», — сказала мама. «Тебе нравится?» — «Повернись», — сказал я. Мама повернулась, «очень нравится», — похвалил я. «Мы бы поговорили еще, но мужской голос с горечью за все человечество спросил у мамы, «А вам сыр не завезли?» После чего в трубке раздались хриплые стрекотания, похожие на звук электроблитвы Харьков, которые хорошо брить только кактусы. «Нас подслушивают», — рассердилась мама. «Я всегда тебе говорил, что их не разогнали». «Слышишь, какие наглые?» «Ободриются прямо на работе». Я хотел успокоить маму, но в это время в дверь позвонили, я открыл. Это были санитары. «Вы кто?» — спросил я. «Справочная успокаивающая». «Ободрили санитары». «А справку дадите?» — поинтересовался я. «Мы всем справки даем», — ободрили санитары. «Уже было темно, когда меня выносили». «Единственное, о чем я жалел, что кто-то так и не дождался сыра». «Да, мы долго думаем, зато быстро соображаем». «Долго думаем, где бы украсть, быстро соображаем, как это сделать». «Только наш в дорогом ресторане на Западе, съев суп, может смекнуть, бросить в тарелку специально принесенную гайку и устроить скандал официанту за то, что ему принесли суп с гайкой. В результате не заплатить за суп, получить в подарок пышный десерт в качестве извинения за гайку в супе, после чего, почесав тыковку, бросить в десерт оставшийся болт от гайки. И после очередного скандала запить все это подаренной бутылкой бордо от ресторана. И еще напоследок обматерить официанта, который все время, пока он пил бордо, стоял рядом и смотрел, чтобы он не бросил бордо, еще какой-нибудь фланец». У нас даже милиция хорошо соображает, я вам должен сказать. Везли свиней в Петербург в товарном вагоне. Есть так называемая транспортная милиция. Она отвечает за все, что делается в товарном составе, что везется, куда везется, за все она отвечает. Естественно, пилась ночью. И естественно, свиней украли, как вы понимаете. Но милиция поняла, что ей отвечать дорого и сообразила отделаться бутылкой. Нашла за бутылку свидетеля. О, гениально. Который подписал бумагу, что он видел. Тихо, тихо, тихо. Готовы, да? Готовы? Что он видел, как свиньи сами спрыгивали с состава. Ну, свиньи тоже самородки российские такие были, знаете, так из окошка копытца выставили, так замок спили, дверцу раскрыли. Но так как транспортная милиция отвечает не только за груз в товарном поезде, но еще и за само полотно и за полтора метра от дороги по обе стороны, то за вторую бутылку второй свидетель подписал бумагу, что он видел. Готовы? Готовы? Как свиньи прыгали дальше, чем на полтора метра. То есть не слабая толчковая копытца была у свинью, у свинюшек наших. И дело действительно передали наземной милиции. Наземная милиция тоже соображает нормально, по-нашенски. Она поняла, что на нее хотят повесить так называемый висяк. И нашла своего свидетеля, который подписал бумагу. Я не могу без смеха рассказывать это. Он подписал бумагу, свидетель, что он видел. Готовы? Как свиньи прыгали прямо в финский залив. То есть они еще и разбегались по товарному составу. Я не знаю, там написал он, что они гребли в сторону Финляндии, там, кролем, не знаю, каким там они стилем плыли. Но! Бумага есть бумага. А тут две бумаги. Ничего нельзя сделать. Надо дальше проводить расследование. И что вы думаете? Совершенно серьезно послали запрос в Финляндию. Не появлялись ли у вас русские свиньи? Фины не мне вам рассказывать, какие отморозки бывают местами. Обшастали, проверили все берега. Следов свиней не нашли. И написали ответ. По-видимому, русские свиньи утонули по дороге в Финляндию. Мы непредсказуемые люди. У нас любовь с синяками, а добро с кулаками. Мы гордимся выпитым и тем, что у нас самые сильные женщины. Моя-то, представляешь, сама насильника обезвредила шпалой. Подумаешь, а моя голыми руками банки с грибами закатывает. Мы настолько парадоксальны, что по праздникам желаем счастья друг другу в семейной и в личной жизни. Даже Наполеон, гений из гениев, признался, ошибку главную в жизни совершил. Какую? Пошел на Россию. Не вычислил Россию. Все страны вычислил. Россию нет. А что те страны вычислять? Все по формуле. Вошел в страну со своей армией Наполеон. Там уже его ждет армия той страны, которая будет сейчас защищать. Пошел в Россию, вот тебе армия. Нет армии, дружок. Он два месяца, биографии пишут, был в плохом настроении. Его обидели. Он за Кутузовым вправо, Кутузов влево. Он влево, Кутузов вправо. А у Кутузова вообще один глаз. Он плохо понимает, в какую сторону он идет. Он за армией. Армия вглубь страны. И засасывает, засасывает Россия. Погода портится. Лошади кончаются. Провиант кончается. Наполеон вообще никогда столько по болотам не бродил в жизни. Он просто не умеет этого делать. У тех же, у немцев или в Австрии. Пошел в деревню, кончился корм. Все по формуле. Пришел к крестьянам, отобрал корм. Крестьян набрал лимитой в армию. Там лошади заврал. У нас вошел. Крестьяне сами веками не ели. Лошади давно сдохли. То, что выросло на полях, вот эта никчемность, это сожгли. Что бы и не досталось. Он говорит, это же варвары. Вы можете себе представить, чтобы немцы сожгли Берлин. Как? Столько хороших зданий. Как можно сжечь? А русские от души. И веселятся. Ура! Мы сожгли. Наполеон до конца дней своих не мог понять, почему русские гнали его до Парижа. Должны были по всем формулам гнать до границ России. Все. Нет, дорогой. Нет. Давай по-взрослому. Ты топтал нашу землю. Теперь мы хотим в Париж. Он не знал одного, что у целого народа есть достоинство, которое он считал, что есть только у него одного. Что есть народ, который может сжечь материальное. Главное, чтобы ты убрался отсюда. В Париж его погнали. А когда еще русский мужик без визы в Париж сгоняет, между прочим? Он плохо знал историю. Было такое племя скифов. Ну, народ был такой, скифы. Потом они влились в славянский народ. В нас течет кровь скифская. Царь Дарий, величайший. Просто величайший полководец. И император до Александра Македонского завоевал всю свою округу вокруг Персии. И решил завоевать скифов. Не смог. Знаете почему? Он пришел на скифе, а скифы ушли. Все. Он за ними гонялся, гонялся. А он не мог понять своим мозгом, что нельзя завоевать кочевников. Это не... Нельзя завоевать того, у кого ничего нет. Он по этим степям носится за скифом, нескольких за скифами. Никого, никого, нигде. Только бородатые морды смотрят из лесов на него все время. Наконец он поймал скифов в какое-то племя и выстроились на рассвете. Как положено было в древности. Сейчас начнется бой. Дарий доволен. Ура, подерется. Произошло гениальное. Вот так надо, как я рассказываю, в учебниках детских описывать историю. Чтобы они знали. Значит, две армии стоят, рассвет, протрубили трубы. Между армиями вдруг пробежали зайцы. И все скифы погнались за зайцами. А не охотники, им важнее было зайцев догнать, чем драться с этим придурком. Три раза Наполеон, пока русские гнали его в Париж, собирал войско и три раза разбивал русских. Те гонят и гонят его. Да что ты будешь делать? Но так же не воюют. Знаете, почему Наполеон проиграл? У него люди кончились. Он не знал одного секрета, что в России люди никогда не кончаются. И в конце жизни он признался, что русские его обхитрили однажды даже в военном деле. Был это у границы с Францией. Наши войска стояли у границы с Францией. Он набрал уже из пацанов последнюю армию. То есть какие-то ошметки забрал в армию за греб. И решил обхитрить наших. Обошел с тыла и решил ударить. Сейчас! Наши сказали, да нужен он нам сто лет. Пошли взяли Париж. Дорога же свободная. Удивительные люди. Мы хвалим друг друга словами страшно красив. Ужасно умен. И дьявольски здоров. Мы удивительные люди. Мы вялые, но эмоциональные. Думаем два раза в день, остальное время переживаем то, что надумали за эти два раза. Поэтому почти все. Зато если уж думаем, то мощно всем организмам. Если наш человек задергал под столом ногами, это значит он глубоко о чем-то задумался. Человек решил построить пристройку к своему дому. Он мне потом об этом написал. Из кирпичей. Но русскому человеку ведь не придет на ум купить кирпичи. Это вы понимаете. Только наворовать. Это естественно. А все. Обшастал всю округу. Нашел кирпичи. Кирпичи неприходно на шестом этаже недостроенного дома. И решил сгонять туда-обратно. Раз 170. Изучил ситуацию. Рабочие поднимали кирпичи наверх бочкой. Тоже непереводимое на другие языки устройство. Бочка была привязана к тросу. Трос пропущен через блок. И уходя после конца рабочего дня, в конце конца рабочего дня, рабочие привязали конец троса внизу, а бочку оставили наверху. Чтобы не украли. Им на ум не могло прийти, что дальше произойдет. Первая фраза в письме повергла меня в гомерический хохот. Первое слово. Смеркалось. Поэт. Ну, писатель. Тургенев. Записки охотника за кирпичами. Это все. Представили себе, да? Смеркалось, да? Готовы? Он забрался на шестой этаж и нагрузил бочку. Так уж по самой не балуйся. Вот чтобы меньше не 170, а 110 раз гонять туда-обратно. Короче, не подумал, что есть законы физики. Перегрузил. Я это называю неправильное планирование. Спустился вниз. Смеркалось. Привязал трос к руке. И отвязал конец троса. Поскольку бочка была тяжелее его. Смеркалось, не смеркалось. А он начал возноситься. А что ха-ха? Красота, закат. Он над елками взмыл. Видимо, любой с закатом он не заметил, как пролетая мимо третьего этажа, он встретился с бочкой. А куда он, бедолага, денется от нее? А он вообще физики не знает. Они же по одной вертикали летают. Наконец он пишет, что он увернулся от этой бочки. Подлетая к блоку, думал, все, конец. Перекрестился левой рукой свободный. Думал, переломает все кости. Он, видимо, совсем не знает законы физики, но на его счастье законы физики есть. Бочка в это время ударилась об землю. От удара дно и кирпичи вылетели. И он, смеркалось, помните, с той же скоростью полетел вниз. Знаете, кто как вечер проводит? Вот согласитесь, кто на концерт ходит, кто в филармонию, этот разборки с кирпичами устроил. Пролетая мимо третьего этажа, он во второй раз встретился с бочкой. Та отшивла ему и нижнюю часть туловища. Наконец он упал на кирпичи, на свои. Все, приватизировал. Можно строить, но как-то нечем уже. Дальше пишет следующее. Я не знаю, сколько я провалялся без сознания, он написал. Следующая фраза. Ну, у меня уже сил не было смеяться. Когда очнулся, не смеркалось. Ну, поэт, он пишет, взошла луна. Он еще луной любуется. Ну, вы подумайте. Только наш может, вот в этом, на кирпичах луна взошла. И дальше вам надо воздуха в грудь набрать, потому что чем-то придется выдыхать. Дальше он пишет следующее. Первое, о чем я подумал, придя в сознание, На кой я привязал трос к руке? И он его отвязал. И на него С диким грохотом посыпались остатки бочки. Мы иронизируем над словом патриот, оскорбляем словом интеллигент. Или еще хуже, вшивый интеллигент. Это особенно наше выражение. Потому что только у нас интеллигента могли довести до такого состояния. У всей России вот такие приметы нашего мышления. Знаете, как русские балконы. Вот я к друзьям захожу до балконы. Это отражает наше мышление, наши балконы. Это валенки с огурцами. Это лыжи с велосипедными запчастями. Это варенье в сапогах. Тут же старый холодильник. На черный день. Не важно, что он никогда работать не будет. Я не знаю, что значит на черный день. На холодильнике стиральная машина. Там абсолютно неработающая микроволнушка с вынутыми запчастями для самогонного аппарата. И там в микроволнушке стоят кроссовки. И вот в мозгах у наших людей абсолютно такая же мешанина. Везде. Севастополь. Этот год. Холерная палочка на пляже. Все отцеплено. Пляж отцеплен. Везде висят предупреждения на заборах. Холерная палочка. Купаться запрещено. Прохода на пляж нет. Рядом с предупреждением большая дырка. Вот пропускная способность наших дырок поразительна. На пляже. Холерная палочка. В это время на пляже работает пункт проката. Ничего не изменилось. Полон пляж народа. Шашлычное, закусочное. Я говорю, американцы слабаки. Несколько конвертов сибирской язвы получили. У них... Ну вы поняли, да, меня? У них паника на всю страну. Это насколько они психологически слабы по сравнению с нами. У нас во многих городах уже 10 лет холерная палочка зачится из водопровода. И нормально. Люди пьют нормально. Ну они пьют разведенную, конечно, водопроводную воду. Я тоже пошел на пляж туда. В Севастополе. Потому что я наш человек. Мне тоже интересно посмотреть, что там с холерной палочкой. И не зря пошел. Сидит старушка и кричит внучкам купающимся. Внучки, не ныряйте глубоко. Там холерная палочка. Этот народ... Этот народ не может и не сможет в ближайшее будущее жить хорошо. Однажды ко мне подошел богатый человек. Ну видно сразу. Цепь, пупок. И... Все признаки из казанской братвы он был. Он говорит, дзя-дзя-миш, пьяный совершенно. Говорит, дзя-дзя-миш, слышь, ты у нас авторитет. Понял? А он... Ну, во-первых, я сразу как-то расстроился. Потому что он вслух говорит, что я у них авторитет. У меня же неприятности могут быть в конце концов. Если кто-то слышал. Я говорю, ты что хочешь? А он с этими вот... Вот эти вот, да? То есть как они не цепляются, когда ходят друг за друга? Я говорю, что ты хочешь? Он говорит, давай выпьем. Я говорю, подожди, давай завтра. Думаю, на завтра он протрезит, забудет обо всем. И он мне говорит фразу, которую я сразу записал. Гоголь бы позавидовал такой фразе. Сколько ж талантливых людей у нас болтается без присмотра. Он мне говорит, дядя-миш, ты что, как у нас завтра? Давай сегодня, ты посмотри на меня. Где я, а где завтра? Я сел с ним, выпил по-честному. Мы пока решились, потому что действительно неизвестно, доживет он до завтра или нет. Я тогда подумал, жизнь бизнесмена, конечно, красивая, но как-то очень короткая получается. Мы выпили. Он мне наговорил столько интересного. Я только успевал за ним записывать. Там, например, близился Новый год. Это было перед Новым годом. Он говорит, дядя-миш, дай тост. Я говорю, бери. Он встал и говорит, Новый год это не новый срок. Понял? Подошел еще какой-то представитель другой братвы, архангельской, по-моему. Не кремлевской братвы, нет. И он мне говорит, дядя-миша. Вот наши люди еще, они очень, они любвеобильны, если можно так выразиться. Их переполняют чувства. Только от переполненности чувствами человек может такое сказать. Дядя-миша, потанцуй с моей девушкой. Я ему говорю, зачем я должен танцевать с моей девушкой? Потрясающий ответ. Он говорит, ну ради меня. И в конце я получил подарок. Он мне преподнес, там играет арфистка на арфе. Такая миловидная, это признак всегда первоклассного ресторана. И он пошел к ней. И вот сейчас вы так напрягите воображение. Он от казанской братвы, писателю Задорнову, заказал сыграть на арфе мурку. Русские люди, особенно мужики, попадают в тюрьмы, в реанимации. Из-за одной причины. Энергия без вектора. Человек написал мне письмо, за что он попал в тюрьму. Он спокойно. Они с корешами напились на танцплощадке. В каком-то провинциальном городе. Было весело, пишет. Это из тюрьмы письмо. Но пишет. Вот. Чтобы было еще веселее. Вот. Вот. Нашему мало все. Еще дай. Приготовьтесь. Чтобы было еще веселее. Готово. Я пошел домой за ружьем. Только наш может. Так. Вот. Пришел, навел на корешей. Пошутил. У тех юмора не хватило, они побежали. Действительно, без юмора ребята оказались. Дальше. Просто это. Это верх. Изящной литературы, я бы сказал. Чтобы они вернулись. Тихо, 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 тихо. До конца, прошу вас. Чтобы они вернулись. Тихо. Я стал стрелять им вдогонку. Вообще, от новых русских, конечно, мир вздрогнул. Я уже много рассказывал о том, как новые русские покупают. Но последний меня порадовал. Я испытал опять гордость за нашу Родину. Я думаю, вы сейчас испытаете. Наш новый русский зашел в супермаркет в Англии. И увидел, что за полчаса до отлета все, на все семьи он просто не выберет здесь. И он так стоит, опомлял. И вдруг продавщица катит тележку. На ней висят мужские, женские костюмы, белье там, посуда, туфли. Она должна развести под делом. Вот сейчас, 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 сейчас. Фразу прочувствуйте, и вас тоже охватит чувство гордости за наших. Готовы? Он ей говорит, кати в кассе. Я ей перевел, мол, пройдите в кассе. Она и пошла до стележки. Ей же на ум не может прийти, что он попросит это все завернуть сейчас вместе с тележкой. Все ерунда по сравнению с тем, как двое новых русских пришли в магазин в Нью-Йорк покупать противоблашиный ошейник для собак. Пришли и чешут. Мол. Продавец молчит, что еще ребята покажете? Один наш другому говорит, слышь, он не понимает, что для собак. Покажи собаку. Один, встал на четвереньке, без комплекса, и на продавца. Бау-бау-бау-бау-бау-бау в магазине. Продавец молчит, мол, что еще ребята покажете? Представляете, да, картинка? Бау-бау-бау, один на четвереньке, а второй на бокс, затягивает это дело. Продавец молчит, нижний, сверху, верхнему говорит, он не понимает, что отблох. Покажи блоху. Один на четвереньке, второй прыгает. Но мне понравился продавец. Вот молодец. Он молчал, молчал, потом говорит, ребят, не выкопнуть чуть-чуть, скажите по-русски, чего вам надо? Спальный вагон поезда. На Украину еду. Спальный вагон. Два часа ночи. Знаете, что люди делают в это время? Спят. Два часа ночи. Спальный вагон. В Днепропетровск идет поезд. Открывается дверь. Появляется украинка, такая, золотозубая. Сначала зубы появляются. Так, сосредоточьтесь, вы спите сейчас. Вот, сфантазируйте. Вы спите. Два часа, да? Хрусталь! Кому нужен хрусталь? Мне и днем хрусталь не нужен. А в два часа ночи я могу убить этим хрусталем. С другого конца поезда выбегает проводница. Кричит, что орешься, спят? Хрусталь с другого конца орет. Кто спит? Проводница открывает первую дверь. Купе. Кричит. Вон, люди спят. Вон, иди сюда, смотри. Смотри. Там могила полная такая. Она человека за ноги. Иисус, слышь, ты спишь или нет? Скажи этой дуре. Оттуда как из могилы. Хо-хо! Человек такой. И это перед ним. Хрусталь! О, фильм ужасов, да? В Михайловском англичанина напоили. Вот он наклониться не может пивом. У него выльется. Не потому что тошнит. Просто сосуд переполнен. И он поехал в автобусе в Питер. Он же не знал, что у нас автобусы вообще-то без туалетов, чтобы вы знали. Через полчаса уже рожа красная. Никто по-английски ничего не понимает. Слава богу, слово интернациональное. Подошел к водителю и говорит, туалет. Водитель был наш. Говорит, че? Дождался леса. Вы дадите договорить или нет? Вы хохочете и хохочете сидите. Дождался леса, говорит англичанину, туалет показывай на лес. Вон туалет, давай. Дайте договорить, а? Англичанин вышел. Его не было минут сорок. После чего он вернулся и говорит, показывай на лес. Там, нео, туалет. Ему же на ум не могло прийти, что туалет и лес это одно и то же на самом деле. Ну, такой в жизни, как в России, нигде быть не может. У меня двое знакомых пошли за грибами. Естественно, напились. Ну, они же за грибами пошли. Это же вы понимаете. Знаете, как наши на охоту ходят? Говорят, бутерброды возьмем? Да, выпить возьмем. Девчонок на охоту будем брать? Конечно. Он говорит, оружие. Да, оружие не надо. Зачем нам оружие на охоту? И эти сидят, выпивают на охоте. Вдруг из леса выходит лось. А наш ведь вот, чтобы подумать, нет. Он сразу чувствами живет. Он бутылкой хлобысь и в лосях. Он думал, что лось побежит. Лось побежал, но на него. Наш сразу раз и в лес. Второй ничего не понимает, поворачивается. Я не могу, я обожаю вас за ваш смех. Вот, тихо, минутку. Вот, задержите дыхание. Вы, кстати, бьетесь головой об сцену. Вы знаете, да? Сейчас положите руку. Второй поворачивается, бежит, лось готова? Он бегает от лосей и кричит. Это не я в тебя бутылкой запустил. Мы гениальный народ. Двое поспорили в пивбаре. Кто засунет лампочку за 100 долларов в рот? Вот зачем? От избытка энергии. Один говорит, за 100 я засуну. Дай 100 долларов, тот дал. Ах! Лампочку можно засунуть в рот. Высунуть нельзя. Она заклинивает. Он стоит. Глаза, как два цоколя. Второй ему говорит, поехали, я тебя к врачу отвезу. У тебя и деньги есть для врача. Врач такого вообще никогда не видел. Чтоб человека можно было в патрон ворачивать. И врач у него спрашивает, у этого, с лампочкой во рту. Ты чё, дурак, лампочку в рот взял? Он у этого спрашивает. Тот говорит, ты... Врач вынул лампочку, дал ему. Говорит, вези домой трофей. Он едет в такси. Таксист спрашивает. Ты чё, как Данка с сердцем в руке с лампочкой? Этот ему говорит, дурак, представляешь? Взял лампочку в рот за сто долларов. Таксист не дал продолжить. Говорит, чё, дурак, я возьму за сто долларов. Дай сюда. Люди на перекрёстке смотрят, таксист едет. Кто ли сам себе путь освещает, чёрт его знает. Бывалый говорит, поехали, я врача знаю, который лампочки вынимать умеет. Врач такого не видел никогда. Чтоб к нему попали сзади несколько человек с лампочками во рту. Почему это всё происходит? Спокойно, спокойно. Так, сейчас сосредоточьтесь. Инструкция российская. Иностранным далеко до этой инструкции. Игрушка называется Винни-Пух ходячий. Ну, ходячий, а какой он ещё? Конечно, не лежачий же. Знаете, этот придурок ходит. Вот этот вот. Куда рука, туда нога. Вот этот вот. Поднаклонный. Или так. Винни-Пух ходячий, в скобках, Россия. Можно было бы не писать, что Россия. Я не могу, я боюсь вам говорить. Следующая фраза. Ну, зачем писать, что Россия, в скобках, если следующая фраза. Если не пойдёт... Если не пойдёт... Возьмите пуха за ухо. Это поэзия. Это поэзия. И наклоните мордочкой вниз. Я чё, медсестра с ним? Вот такая шмакозябка. Я должен ухо у него искать должен. Мордочкой. Технология. Вы думаете, это всё? Нет. Вот представьте, вы уже наклонили его, да? Если при этом у пуха удлинятся ноги... Ну, это просто монстр какой-то. Положите пуха на ботёк. Ну, медсестра, утку носить только ещё ему поставьте. И дальше, клянусь, не вру. Загляните пуху между ног. Насчупайте пальчиком дырочку. Вставьте в дырочку пальчик. И найдите там ушки. Какие там могут быть ушки? Это полное незнание анатомии. И в скобках. Ушки для ножа. И вставьте ножки в ушки. А теперь максимально воздухом в грудь. Я лечу с Новым Русским в Америку, а перед Америкой надо заполнять анкеты. В анкетах есть графа секс. Это пол. Это пол, чтобы вы знали. Что вы, пол, говорю. На нашем папе я ничего думал. Он и написал в анкете. Один раз в неделю. Ему стюардесса говорит, мужчина или женщина. Он говорит, а какая мне разница? Но самое главное, мы живем, не замечая всего этого, зато с мечтой, что когда-нибудь нам обязательно повезет, и мы все-таки встретим по дороге на кладбище горбатого хромого трубочиста с полным ведром мусора. Причем встретим обязательно на рассвете, хотя сами встаем в одиннадцать. И только тогда мы будем по-настоящему счастливы.